Доброго-доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала Тару Путь Колесницы. Я вас приветствую сегодня. Хочу вам предложить сегодня посмотреть расклад «Хочет ли он быть со мной?». Я думаю, тема такая важная, интересная, потому что мы не всегда понимаем, что происходит с мужчиной. По сути, этот расклад подходит и для девочек, которые и в отношениях, и все нормально, которые встретили новых людей, новых знакомых. И те, кто там поссорились. То есть, ну, здесь, по сути, любые взаимодействия, которые между вами есть, вы можете посмотреть, да, хочет ли этот человек на самом деле быть с вами. Расклад общей, позиция одна. Поэтому смотрите на начало. Если есть резонация, продолжайте смотреть дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно. Договорились? Так, ну что ж, подумайте тогда о своем человеке, настройтесь на его волну. Подумайте о своем человеке, настройтесь на него. Сейчас мы посмотрим характер человека, который пожаловал. Харрактир. Харрактир. Добро пожаловать. Человек, который пожаловал на расклад сегодня. Так, хочет ли этот человек быть с вами? Хочет ли данный человек быть с вами? хочет ли этот человек быть с вами что этому человеку мешает быть с вами может быть его мысли, его чувства какие-то обстоятельства объективные, необъективные любые преграды которые мешают ему быть с вами преграды в мыслях, в чувствах, в действиях в других людях любые преграды, которые мешают ему быть с вами что ему помогает быть с вами что ему помогает быть с вами опять же, любые мысли, любые чувства любые советы друзей внешние обстоятельства, какие-то планы все что угодно она может выплатить сейчас все что угодно любые помощники что ему помогает быть с вами что ему помогает быть с вами так, ну и что будет дальше между вами что будет дальше между вами что будет дальше между вами так, смотрим, чтоб нам пожаловал, что за человек это как? это как? скажите мне пожалуйста человек дружелюбный человек дружелюбный человек дружелюбный, человек стабильный но склонен уходить? это об этом? человек которому важны вообще отношения в паре важна семья, важен дом, важна стабильность не склонен уходить, почему вообще эту карту высветила неинтересно? человек который настолько держится за свою стабильность, которую никак не выберешь если что хочу понять для чего нам показали эту карту человек который не ушел были обстоятельства должен был уйти и не ушел о чем нам эта восьмерка перевернутая? о чем восьмерка кубка перевернутая? о чем восьмерка кубка перевернутая? но энергия у человека не застаивается о чем это еще? энергия не застаивается, человек погружается в свои чувства погружается в отношения то есть у человека огромная ценность у человека огромная ценность такая как семья семья, отношения, радость, стабильность то есть у человека это очень и очень важно но здесь идет такое ощущение знаете вот что даже если будут какие-то обстоятельства что все будет рушиться вот я просто говорю вы там слушаете ваше не ваше смотрите сами слушайте вот смотрите если у данного человека вот человек живет допустим в семье в отношениях и что-то начинает рушиться что-то идет не так этому человеку будет крайне сложно принять решение об уходе потому что огромная ценность семьи огромнейшая с детства заложенная огромная ценность чувств любви и человек может делать какие-то действия да для того чтобы эти чувства обновлять там освежать как-то почему тогда вот я не могу сейчас почему тогда застой не случается да ну как бы если посмотреть то может быть застрой какие-то ситуации но здесь застой нам показывают нет энергия не заставится то есть либо этот человек там совсем недавно может женился может быть он думает сейчас о семье ему это очень важно здесь нет такого что этот человек там 10 лет в браке нет 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 если ваш человек там сейчас стабильно долго женат это на то не похоже тогда он должен там делать какие-то вам походы выходы каждую неделю для того чтобы поддержать энергию любви на высоком уровне ему это важно человек знаете он не попадает в состояние застоя потому что он ведет активную социальную жизнь то есть для человека семья это как некий такой тыл это очень важно это такая база но при этом не получается знаете вот когда долго люди живут вместе у них может выпасть на какое-то состояние такое вот застоя уже все приелось все неинтересно ничего не включает то здесь у этого человека такого не бывает не будет не есть по одной простой причине этот человек он социально активен то есть ему семья это как база важно очень важно но при этом человек не сидит сутками дома перед телевизором нет этот человек там может ездить куда-то может там путешествовать может с семьей может по отдельности может по работе куда-то включаться то есть человек настолько социально активный что он когда приходит домой знаете как он пришел домой он расслабился мой дом моя крепость и он соскучился за семьей понимаете он соскучился за семьей здесь нету застоя то есть это это вот эти вот основные ценности ça то нам пока что dú porque recur это человек может быть женат может быть не женат да то есть я говорю именно о его качествах да о его качествах о его ценностях о его характере да то есть мы сейчас не говорим женат он неженат в парень и в паре но это кто для него важно то какой этот человек понимаете окей хорошо Если вы узнаете в этом поведении вашего человека, смотрим дальше. Если вы не узнаете, смотреть не обязательно. Давайте теперь посмотрим, хочет ли этот человек быть с вами. Он говорит, ну не то, чтобы прям нырнуть с головой. А почему ты не хочешь нырнуть с головой? Почему ты не хочешь нырнуть с головой? Он не хочет ситуации, когда вы придёте к каким-то, знаете, взаимоотношениям, вы дойдёте до какого-то уровня, а потом это вдруг окажется не так. А почему ты думаешь, что это вообще может быть не так? Потому что, говорит, у женщины очень много страха, очень много ограничений в голове. Женщина много чего боится. И он понимает, а здесь сильный мужчина, девочки. Вот по этой карте у нас проходит сильный мужчина, который вообще смотрит на все сферы своей жизни, понимаете. Он сильный по характеру, он хочет, чтобы женщина, которая рядом с ним, чтобы она была сильная. Чтобы она была сильная, чтобы она была уверена в себе. Ему вот эти страхи, это не очень интересно. Поэтому у него нет готовности нырять с вами с головой в эти отношения, понимаете. Так, почему Туз Кубков перевернулся у тебя? Почему? Девочки, ну здесь все-таки может проходить у нас женатый мужчина, потому что он говорит, вот мои чувства, мои чувства, их сейчас не так много. Я спрошу, почему? Он говорит, ну потому что вот жена. Или если вы жена, тогда какие-то ваши поступки, поведение к этому приводит, что причиной. То есть вы делали что-то такое. То есть две ситуации у нас есть, да, разные девочки смотрят, ситуации разные. Кто-то смотрит сейчас на женатого мужчину, и он вам говорит конкретно, я не могу вас любить, потому что у меня есть жена. А есть другая ситуация, что если вы сейчас жена этого мужчины, то здесь такая ситуация, что он говорит, у меня сейчас чувства к тебе немножечко выплеснулись, потому что ты что-то сделала такое, что-то сказала такое, что это стало причиной. А что вы такое сделали, сказали, из-за чего? Какой такой поступок, да, твоя женщина привел к тому, что у тебя чувства выплескиваются? Какой поступок твоя женщина к этому привел? Вы страсть к нему не проявили? Не захотели его, девочки? Ну ок. Так, хочет ли он быть с вами? Ну, он говорит, что у меня здесь не все умерло. То есть двери он фактически не закрывает, но о том, что прям очень хочет, он тоже нам не говорит, да? Застой какой-то. Сейчас момент застоя. Почему момент застоя? Говорит, у нее много фантазий, она очень много живет в и реальном мире, она очень много требует чего-то того, что я не могу ей дать. Это его стопорит. Это его стопорит, девочки. Требуете от него каких-то таких действий, которые ему новые, над которыми нужно усердно работать, а он, по сути, к этому не готов. А он к этому особо не готов. Ок. Хорошо. Давайте смотреть, что ему мешает быть с вами. Что ему мешает быть с вами. Не принятое решение окончательно, девочки. Он еще не принял решение, он еще как бы тут им-сюдым, тут им-сюдым. Почему ты не можешь принять решение окончательно? Он говорит, мне вообще как бы, я же как бы проявляюсь, я же общаюсь. А почему решение неправильно не принимаешь? Опять же, потому что много фантазий, много иллюзий, много требований. Что еще мешает? Она очень самодостаточная, она знает, чего она хочет. Она думает, что у нее ключи от всего на свете. Ну, как бы, что она тут прям мне шансы дает и так далее, и тому подобное. Опять же, это, девочки, в том случае, если ваш мужчина не женат или женат на вас. Если же женат на другой женщине, то здесь еще причина, это другая женщина, его жена. Так, если женщина самодостаточная, если речь о вас, то, 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 что у вас здесь, что тебе не нравится в этом всем? Тяжело, знаете как, интересно пойти в это новое, интересно, но это какой-то тяжелый путь. Вот какой-то тяжелый это путь для него. А почему тяжелый путь для тебя это? Много хитростей, много наблюдений, может быть, какие-то обманы, какие-то коварства. Вот, ну, как бы, не так все просто. Какая-то нужна здесь осторожность, какая-то нужна осторожность здесь, понимаете? И это ему все тяжело. Опять же, у женщины много страхов. А что за страхи, да? Тебя они чуток торкают. Что за страхи у женщины? Что за страхи здесь? Замужем. Девочки, вы тоже у нас замужем? Вы тоже замужем? Тут у нас треугольники-четырехугольники или как-то? Вы боитесь за императора. Вы боитесь за императора, да? То есть император, это у нас может проходить женатый мужчина, муж. Или вы просто за него боитесь, да? То есть если вы не замужем, вы просто беспокоитесь за этого мужчину, то, как бы, если он женат, да, то есть это вот в таком раскладе. Вы просто беспокойтесь за него. И вы чересчур за него беспокойтесь. Не надо. Вот, ну, не надо. Вот просто не надо так беспокоиться. Ему не нравится, когда вы за него так беспокоитесь Так, что еще ему мешает? Прям не может определиться И не может выбрать Что ж тебе так сложно выбрать, а? Что ж тебе так сложно выбрать? Ну, я вам скажу так, девочки Все-таки 80% девчоночек, которые смотрят сейчас Смотрят на женатого мужчину Ему сложно определиться Потому что там же все-таки брак Там же все-таки брак, да? А вы же помните, какие у него ценности Ему очень тяжело уйти из отношений Очень тяжело И как бы, допустим, он не хотел быть с вами Как бы он не тянуло к вам Вот это у него прям такая правильная концепция мира И... Вы поняли, короче, да? Вы поняли, о чем здесь речь идет Так, хорошо Давайте смотреть, что вам помогает, да? Ну, что помогает, вот его желание быть с вами Ваша какая-то последовательность действия Ваш труд Ваша настойчивость Ваше спокойствие, да? То есть вот то, как вы подходите Вот именно ваш... Ваш труд, девочки Ваш труд здесь Он прям видит в вас такую трудяшку Такую классную Ему это, безусловно, очень-очень нравится Так, о чем это еще Десяточка нам говорит О чем? Еще это говорит, смотрите О вашей какой-то, ну, вот Мудрости, да? То, что вы Не там... Не действуете импульсивно Нет, вы как-то спокойно подходите Ко всему Вы взвешиваете Вы можете там взять Вот почувствовать, что-то не так, да? Вы можете взять паузу Вы можете остановиться Приостановиться Подумать И вот эта взвешенность Ему очень-очень импонирует Так, что еще помогает В этом желании? То, что вы им не манипулируете, девочки Вот мужчина чувствует, да? Он чувствует, что вы не пытаетесь Им управлять Ему это нравится Знаете, он с вами может разговаривать Вот он может с вами разговаривать И он знает, что вы поймете Вот не просто как Там с девчонкой-кокеткой А он понимает, что те вещи, которые он говорит Те слова, которые он говорит Что они до вас как бы доходят То есть он с вами может разговаривать Совершенно как с равным партнером Абсолютно уверенным, да? То, что вы не перекрутите его слова Не будете пытаться нажать ему на болевые точки Нет То есть здесь будет нормальный диалог Как взрослых людей Ему это очень нравится Ему нравится, девочки, сила, которая Есть в ваших взаимодействиях Понимаете? Сила, энергия, которая Вот когда вы взаимодействуете Вы знаете, как открывается некий поток силы А ему кажется, что вы Вот после взаимодействия с вами Он прям готов горы свернуть Он чувствует такой прилив энергии, сил Он готов делать новое Он готов переть в это новое То есть здесь такая очень конкретная энергия Которую он получает После взаимодействия с вами Он прям получает эту энергию И он готов идти И прям строить миры Да, здесь речь не идет о каком-то там просто флирте И так далее Ну как бы о таких вот каких-то, знаете Хи-хи-ха-ха романтик Нет Здесь речь идет о том, что этот человек Он по сути как бы Когда он с вами взаимодействует Он как бы свой путь прокладывает Понимаете? Он с вами как-то открывается по-другому Получается какую-то энергию Какой-то ресурс Ему это безусловно нравится Окей Так, ну давайте теперь смотреть Что же дальше будет между вами все-таки Что будет дальше между вами Есть у вас, смотрите Есть у вас момент дальнейшего взаимодействия То есть есть возможность перехода на другой уровень Да, вы можете вместе переходить на какой-то следующий уровень Вам вместе будет интересно Вам есть куда развиваться Вы свой шанс этот не упустите Нет То есть нормально все Вы идете в него В этот шанс В эти отношения То есть вот эти отношения продолжаются Идет в дальнейшее развитие Так, чего у нас здесь только Но вот смотрите Не могу понять Сейчас посмотрим Почему карта сюда переворачивается Но вы как немножко подзастрянете в этом что-ли Вы какой-то урок не пройдете Понимаете То есть вы переходите дальше Ваши отношения развиваются Но вы что-то здесь не доделаете Девочки О чем это? Что у нас получается? О чем? Почему страшный суд переворачивается Почему? Понимаете Вы здесь Вот вы переходите на этот Ну как бы У вас открываются двери на дальнейшее развитие Вы идете в какой-то дальнейший интерес Да, все хорошо Все нормально Но получается Во всем этом Вы должны получить Какую-то То есть вы должны Какую-то свою жизненную задачу реализовать Ваши отношения должны Трансформироваться Они должны перейти На следующий уровень А этого не происходит Спрашу почему? Мне говорят Не хватает здесь Страсти не хватает То ли страсти не хватает То ли Так, о чем это? О чем это дело? Перевернуть О чем? Пустая карта Энергии не может не хватить Может не хватить Именно земной энергии Низкой Низкой Да, низы Первая, вторая чакра Для того, что Понимаете Мы когда проходим Моменты трансформации Мы же идем Это все равно На энергетике На энергии Да, в любом случае Это так идет И может просто Не хватит Вот этой энергии Так, а что нужно Для того Чтобы эта энергия была Мечтать о новом Мечтать о новом Понимаете Для того, чтобы Вы нормально Перешли на следующий уровень Вам нужно Чего-то классного Замечтать И на вот эту мечту Будет даваться энергия И вот этой энергии Понимаете И появляется Получается Переход Так, это поможет Перейти вам На следующий уровень Но это болезненно Может быть Девочки Сам переход Может быть Болезненно На следующий уровень Может, да Тут может От мужчины Нужно отказаться Мужчина Остается в зоне Комфорта Так, хорошо А что для вас Является Переходом На следующий уровень А ну-ка Скажите Что для вас Является Переходом На следующий уровень Мужчина Мужчина Взаимодействие С мужчиной И при том Что Отказ От силы Да То есть Не манипулируйте Не пытайтесь Его притянуть Для кого-то Может быть Женитьба Другой уровень Да Для кого-то Может выход С партнерские отношения Разговор на равных Но без сексуальности Без ничего Именно Как бы Деловые отношения Сейчас Что-то у нас Здесь есть Еще здесь Так И что вам это даст Что вам это дает Что вам это дает Вы знаете Вы как себя Прокачиваетесь Девочки Такое ощущение Что вы себя Прокачиваете В том плане Что вы научаетесь Без помощи Мужчин Из самых Сложных Ситуаций Находить Выходы Нестандартные И чувствовать Себе При этом Нормально Классно Понимаете Вы становитесь Независимой От мужчины То есть Вас меняется Ваш уровень Становится Как бы Выше Выше Здесь Именно Ваш Личный Но получается Вот этот Момент Что Вы можете Объединиться В пару С этим Человеком И вам Настолько Интересно Вместе Что Этот урок Вы можете Не пройти Девочки Услышите Такой Момент Ваш Урок Научиться Без опоры На мужчину Самостоятельно Как бы Решать Свои Сложные Ситуации А если Вы Залипаете В этого Мужчину В интерес С ним То есть Вам С ним Интересно Вы На него Начинаете Опираться Все больше И больше И больше То Этот урок Вы Можете Не пройти Так Хорошо К чему Приведет Если Вы Проходите Урок Что Будет Дальше Если Вы Проходите Урок Вы Просто Знаете Какой Урок И что Нужно Делать Да Вы Можете Идти В отношении С этим Мужчиной Но Просто Осознанно Опираться На себя Да Что У вас Будет Если Вы Проходите Этот Урок Что У вас Будет Если Вы Не Проходите Этот Урок Так Если Вы Проходите Урок Вы Открываете Какие-то Свои Тайные Знания Какие-то Свои Ну Как бы Вы Себя Да Больше Прокачиваете Больше Наблюдаете Мужчина За вами Наблюдает А вы Себя Развиваете Свои Способности Развиваете Вы Такая Вся Таинственная Если Вы Этот Урок Не Прошли Тогда Тогда Он Идет Вам Как Учитель Продолжает Вас Учить Но Девочки Легко Не Будет Продолжение Обучения Будет То есть Урок Нужно Будет Все Рано Пройти Потому Что Ну Как Он Не Закроется Все Равно Будет Продолжение Обучения Ну Вот Так Видите Как Непростой Мужчина У вас Здесь Да Не Просто Так Ваша Ситуация Очень Интересно Так Совет Вам Хочу Взять Еще Совет Для Вас Совет Для Вас Просто Совет Для Вас Девочки Развивайте Свою Интуицию Развивайте Свою Интуицию Вообще По Жизни Во всех Разных Ситуациях Вам Очень Важно Развивать Свою Интуицию Не Старайтесь Опираться На Мышление На Анализ Это Не Ваш Путь Не Старайтесь Опираться На Мужское Мышление Это Не Ваш Путь Он Не Приведет Вас К Благодарю За Ваши Лайки За Ваши Подписки За Ваши Комментарии За Ваши Донаты Огромное Огромное Вам Спасибо Если Вы Хотите Записаться На Личный Расклад Под Видео Есть Номер Телефона Во Вкладке О Канале Также Есть Номер Телефона Вы Можете Написать Телеграм В Ватсап И Записаться На Личный Разбор Я Желаю Вам Хорошего Дня Я Желаю Вам Хороших Прекрасных Отношений Пока Пока